SCP-2408 МОК-ПСИ-13 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 Повышение уровня выработки адреналина до уровня превышающего нормы в 4 раза. Увеличение размера органов пропорционально увеличению массы. Исключение яички надпочечники, которые становятся непропорционально крупными. А также мозг, размер которого не меняется. Появление нечеловеческих черт в внешности. Имеются свидетельства появления волчьих, козлиных, свиных, медвежьих, оленях и осьминожих черт. Способность передвигаться как на двух, так и на четырех конечностях. Усиление чувств. Зрение, слуха, обоняние и вкуса. Значительно превышающих человеческие. Возрастающая физическая сила. Скорость регенерации тканей. В отличие от синдрома протея Кроненберга, у особей SCP-2408-1. Эти изменения обратимы и не нарушают клеточные стабильности. Неизвестно в течение какого времени они могут поддерживать данные трансформации. Полная трансформация занимает от 10 до 30 секунд. SCP-2408 был обнаружен в ходе операции Фолькенрад. Целью операции Фолькенрад было внедрение в СО-0432 организации под названием «Черная ложа охотников». Иногда сокращается до «Черная ложа». Занималась вымогательством, убийствами и грабежами. Азартными играми, произведением незаконной торговли оружия, организации подпольных боев без правил. Такая деятельность не аномальна сама по себе. Однако аномальные способности SCP-0432 влияли на действия организации. К аномальной деятельности относятся. Контрабанды и распространение аномальных фармацевтических веществ, преимущественно аномболического, андрогенного стероида гнев. Внутривенное употребление гнева вызывает аномальный рост мышечной ткани и костей. Длительное или чрезмерное употребление вызывает синдром протея Кроненберга или смерть. Согласно результатам анализа, данное вещество собирается из надпочечников неизвестного вида животного. Данному веществу присвоен номер SCP-2048-2A. Контрабанды и распространение мощного наркотического вещества похоть. Вещество распространяется повсеместно. На сегодняшний день имеются случаи обнаружения похоти в Северной Америке, Европе и Юго-Восточной Азии. В качестве клубного наркотика. Как правило, вещество расфасовано в небольшие стеклянные флаконы. Употребляется путем вдыхания в нос. Употребление через инъекции во всех случаях приводит к смерти. Вещество вызывает различные галлюцинации чувства эйфории. Повышает частоту сердечных сокращений. А также усиливает сексуальное возбуждение. Согласно исследованиям, вещество вызывает более сильное привыкание, чем к... Действие вещества не аномальное. Вероятно, оно было создано искусственно с заданными характеристиками. Однако похоже, что само вещество получается путем переработки спинно-мозговой жидкости неизвестного вида животных. Данному веществу присвоен номер SCP-2048-2B. Контрабанды и распространение биологических веществ, в том числе патогенов и токсинов, классифицированных фондом как аномальные. Особо высокий уровень угрозы представляет создание и распространение так называемой красной смерти. Данное вещество уже классифицировано фондом как SCP. Информация по нему предоставляется только по служебной необходимости. Известны случаи обнаружения жертв АСО-0432, насаженных на крупные шипы органического происхождения. Данные шипы внешне похожи на хитин, имеют значительное структурное сходство с кораллами, однако при этом содержат человеческую ДНК или разодранных на части. На трупах имеются признаки нападения нескольких различных животных, такие как окровавленные следы копыт, проникающие ранения, соответствующие таковым от рогов или бивней животного, а также следы укусов, оставленные крупными волчьими или подобными зубами. СО-0432 привлекла внимание организации вскоре после развала СССР. При передаче отделам ПГРУ множество аномалий и документации по ним под управление фонда. Бывшие сотрудники ПГРУ также подтвердили существование СО-0432. Судя по всему, полного содержания или нейтрализации угрозы со стороны СО-0432 и связанных аномалий им добиться не удалось. Один из источников рассказывал о нескольких случаях якобы полного уничтожения этой организации, но всякий раз она появлялась снова, более сильная и влиятельная, чем была. Документы отдела ПГРУ. Сектор 5. Госчерная ложа охотников. Название преступной организации, которая применяет в своей незаконной и общественно вредной деятельности аномальные средства. Черная ложа охотников на сегодняшний день действует по всему СССР. Штаб-квартира организации предположительно располагается в Москве, в месте, известном в преступной среде как Старый Алтарь. Большая часть информации об этом месте получена в ходе допроса Самуила Т. Ан Кудинова, пережившего ритуал. Допрошенный был казнен за соучастие в преступлениях после допросов и утрата необходимости в дальнейшем поддержании жизни. Протокол беседы. В приложении находится расшифровка допроса Самуила Акудинова, бывшего новобранца черной ложи охотников, которому удалось пережить ритуал. Допрос проводил к... Ввиду утраты Акудинова в нижней челюсти, он давал ответы в письменном виде. Допрашиваемый практически не имеет представления о конкретных аномалиях и, похоже, испытывает тяжелую психологическую травму. Субъект был найден рабочими в канализации района Арбат. К. Где находится Алтарь? С. Я не знаю. Внизу я не видел. Глаза завязали. К. Что вы видели изнутри? Скажите все, что вам удалось заметить. С. Старый храм. Нехристи. Черный камень. Кровь. Мясо. Пестопение. Барабанный бой. К. Что вас заставляли делать? С. Биться или умереть? Выбора нет. Во имя Рока. У вас слава охоты. Я был слабый. Жалкий. Никчемный. К. Как удалось сбежать? С. Среди трупов. Кровь лилась за решетки. Я уполз. Кровь, мясо и кости. Глубже. Тьма кромешная. По делам. Сил не хватило. Надо было сложить голову с честью. 11 апреля 1994 года агенту МОК ПСИ-13 Охотники на Ведьм была официально поручена внедриться в ряды СО-0432 в рамках операции Фолькенрад. МОК ПСИ-13 – глубоко засекреченная совместная опергруппа Фонда и ГОК, созданная в рамках проекта Сита Ахра. Задачей МОК ПСИ-13 является внедрение в саркицистические саркицизм. Религиозно-философская система, которая включает в себя разнообразные традиции, верования и духовные практики. Главным образом основанные на учениях, приписываемых великому карцисту Иону, ее обожествляемому основателю. Адепты практикуют ритуальный каннибализм, человеческие жертвоприношения, модификации тела, так называемое мастерство плоти, манипуляции пространством и тууматургию. В отличие от прото-саркицизма, адепты неосаркицизма без опаски относятся к технологиям и могут обитать в густонаселенных местах, не выделяясь в повседневной жизни среди других людей, своей культуры и социального статуса, организации, а также устранение высокопоставленных членов этой организации. В рамках проекта СИТААХРА оперативников МОКПСИ-13 обучают приемам борьбы с оккультными воздействиями и применению едких и зажигательных боеприпасов. Каждому оперативнику выдается табельный пистолет СИКС-САУР П-226 в модификации для стрельбы такими боеприпасами. Агент С. Действовал под псевдонимом Доминик Мышкин в Москве в качестве наемного убийцы с целью создания репутации в криминальной среде, чтобы затем привлечь внимание СО-0432. 20 января 1905 года с агентом С. связались члены СО-0432 и дали ему указание посетить клуб «Красные фонари». «Красные фонари» — это популярный ночной клуб для взрослых, расположенный в районе Гальянова. Клуб является прикрытием для черной ложи. Имеется основание подозревать заведение в принуждении к занятию проституцией, работорговли и незаконным распространением наркотических веществ, зачастую аномальных. Считается, что органы охраны правопорядка не вмешиваются из-за коррупции и устрашения со стороны связанной организации. Поскольку задание требовало особой аккуратности, агент С. не имел при себе записывающего устройства. Передача информации фонд осуществлялась с применением тайниковых закладок. Агент С. помещал донесения, написанные симпатическими чернилами, в емкость из паталкогольного напитка, например, в пивную бутылку. После чего выбрасывал ее в определенный мусорный контейнер, неподалеку от места проживания. Агент Антон Миронов, замаскированный под лицо без определенного места жительства, обыскивал контейнер. Извлекал бутылку с донесением. Делал фотографию, после чего уничтожал оригинал. Изображение затем передавалось в фонд в электронном виде по зашифрованному каналу. 25 января 1995 года агент С. вошел в ночной клуб, имея при себе пистолет Сиг Саур П-226. По свидетельствам, к агенту подошел охранник и после краткого разговора сопроводил его внутрь. Находившийся внутри клуба, агент сообщил, что С. провели в вип-ложу, находившуюся под основным помещением. Агент С. вышел из клуба только 29 января 1995 года в 8 утра, примерно в 21 час. На место закладки была заброшена бутылка с донесением. Донесение от 29 января 1995 года. Прошу прощения за задержку. Начну по порядку. Меня привели наверх, к круглому столу, за которым сидели шестеро мужчин и одна пожилая женщина. В дальнем от меня краю стола сидел Дмитрий Волков по кличке Зверь, главарь связанной организации. Он велел мне присаживаться. Я послушался. У него зловещий вид, накачанный. Никогда не улыбается и не снимает солнечных очков. Полагаю, что остальные тоже были из верхушки, но по большей части они молчали. Он сразу взял быка за рога, сказал, что приятно видеть человека, способного на мокрое дело. Новая кровь желает пролить кровь. Так он выразился. Волков сказал, что он в курсе, что братвы у меня нет. Работать в Москве одиночку опасно и случается редко. Я ответил ему, что несколько раз предлагали. Но цитата. На тех хуй сосов не стоило тратить время. Его ответ можно изложить так. Думаешь, крутой? Языком молоть мастер? Но мне кажется, ты просто очередной тупой п***юк, который вот-вот лажанется в последний раз. Считывать его было сложно. И речи невербальные признаки были жесткими, но вряд ли агрессивными. Я сказал ему, что те банды были слабыми. Примерно так. А что мне на шестерок размениваться? Первая женщина склонилась к Волкову. Что-то прошептало ему на ухо. У нее была примечательно бледная кожа, покрытая необычными татуировками, крайне нехарактерными для русской женщины ее возраста. Это заставило меня нервничать гораздо сильнее, чем остальные быки. Он сказал, кровь у тебя неправильная корова. В лагерной среде, откуда, как считается, идут корни связанной организации. Этим словом обозначается заключенный, которого берут с собой в побег, чтобы съесть, находясь в незаселенной сибирской местности, без других источников пищи. Учитывая историю и репутацию связанной организации, это значение считается наиболее вероятным. Слово как-то резануло мне слух. Но ты не ссыкло, продолжил он. Дам тебе шанс проявить себя. Будет небольшое посвящение. Сойдет, чтобы от слабаков избавиться. Опять же, излагаю своими словами. Потом он щелкнул пальцами и сказал, а пока давай пить и веселиться. Официантка принесла бутылку водки и несколько стаканов. Мы налили каждый себе. Волков поднял свой стакан. Я поднял свой, и мы выпили. Я моргнуть не успел, как оказался на холодном полу. Голый и связанный. На голову накинули мешок. В рот вставили шаровый кляп. Неудивительно, в красных фонарях есть какая-то БДСМ-тематика. Я-то думал, что если буду разливать сам, такого не произойдет. Наверное, на дне моего стакана был какой-то транквилизатор. Сложно сказать. Да и неважно. Дальше еще страннее. Через какое-то время за мной пришли и повезли на каталке. Сопротивляться было бесполезно. Час, может два это длилось. Помню звуки старых труб и льющейся воды. Воздух был сырой и прохладный. Пахло ржавчиной. Землей стоялой водой. Были голоса. И не все говорили по-русски. Си-зи-да-ас-ин. Вор-та-ас-х-да-ск. Ну или что-то в этом роде. Для меня это китайская грамота. Но уверен, это саркидский язык. Меня приковали за шею. Чуть позже я выяснил, что это колонна или какая-то подпорка. Потом развязали мне руки и ноги. Сняли мешок с головы. И вынули кляп. Я оказался в темном помещении, похожем на амфитеатр. На вид довольно древнее. Рядом в схожем положении было еще четверо таких, как я. Тоже прикованных за шею колонне. И крупная толпа зрителей. Наверное, несколько сотен. Наблюдали с возвышения. Кто-то был одет в красной белой мантии. Другие были в обычном штатском. Или в деловых костюмах. Что-то кольнуло мне в основании шеи. А потом все помню очень смутно. Я слышал песнопения. Помню, как хрустели черепа. Выдавливались глаза. А мои зубы впивались в плоть. А потом пиршество. Наркотики, еда, женщины, вспышки насилия. Не обязательно в таком порядке. Воспоминания спутались. Есть только смутные, разрозненные образы. Прошу прощения за отсутствие подробностей. Я проснулся уже в квартире. Весь в запекшейся крови. Мне сделали татуировку. Я совершенно не помню когда. Очень удивился. На вид похоже на черный череп циклопа. С рогами и бивнями. Наверное, они приняли меня в свои ряды. Покажусь несколько раз без рубашки. Пусть наблюдение сделает фотографии. Посмотрите, значит ли этот рисунок что-нибудь. В дальнейшем организация получала донесения от агента с... Один раз в две недели. Донесения от 4 февраля. Вероятное прикрытие связанной организации. Дом 94. Геленджик. Краснодарский край. Первое дело. Контрабанда оружия. Появился новый компромат. На Абраксис Армс. Компания, долгое время подозреваемая в связях с аркицистами. Помимо этого докладывать особо не о чем. Черная ложа очень во многом похожа на обычную братву. Бычье. Простое как ботинок. И алчность. Главный мотиватор в жизни. При этом они гажи. А это много значит. Ниже чем братва. Уже просто некуда. Они растеряли те немногие осколки чести. Которые у них сохранились после Сибири. Матушки. Согласно имеющейся гипотезе. Эти матушки являются валутаар. Высокоранговыми адептами саркицизма. Которые служат тому или иному карцисту. В качестве советника. Такие как здесь. В мире организованной преступности не встречаются. Боевики зовут их ведьмами. Каргами, старухами и так далее. Но только за глаза. Влияние саркицизма на них очевидно. Их 12. Друг друга они называют сестрами. Видимо жрицы. Все одеты одинаково. В черные сарафаны. С заляпанным кожаным фартуком. И красная белая шаль. На голове и плечах. Всегда ходят босиком. Множество татуировок. Они не карцисты. Карцисты. Духовные светские лидеры саркицистических организаций. Карцисты считаются биологически бессмертными. И могут иметь разный внешний вид и аномальные способности. Предполагается, что контроль над своими халькост. Они способны осуществлять. При помощи выделения сложных феромонов. Но все же имеют немалый вес в черной ложе. Донесение от 10 марта 95. В черной ложе слова криминальное подполье имеют буквальный смысл. Под землей Москвы есть совершенно другой мир. Заброшенные советские бункеры. Метро 2. Забытая усыпальница. Все это тянется гораздо глубже, чем мы считаем. Там в глубине есть что-то древнее. Без преувеличений. Скажем так. Я полагаю, что Москву строили поверх саркицистического храма. Есть подземелье. Ржавый пыточный инвентарь. Дореволюционный. Наверное, еще со смутных времен остался. Так или иначе. Похоже, что саркицисты предпочитают старые традиции. Оно гораздо ближе к поверхности. И изрядно новее, чем тот мерзкий храм. Возможно, стоит исследовать, какие здания стояли в этом районе в 17 веке. Дальнейшее исследование показало, что на месте, где сейчас находится клуб «Красные фонари», раньше стояла церковь, предположительно православная. Об этих местах я пока разузнал немного. Похоже, что информацию дают только по необходимости. Но, кажется, я нашел в их цепи слабое звено. Одна из матушек. Будем называть ее пятая. В пятой видна дряхлость. Она деликатная, дружелюбная. И, что важно, наивная. С ее помощью я раздобыл кое-какие немаловажные сведения. Хотя я не могу сказать, насколько они достоверны. По ее словам, черная ложа существует недавно, но при этом давно. Как и остальная братва, она зародилась в сибирских лагерях во время Сучьей войны. Август Волков. Отец Дмитрия. Похоже, виновник того, что в 51 году черная ложа обрела вторую жизнь. Он организовал побег, который венчался успехом. И что-то такое нашел в сибирской глуши. Тогда-то ведьмы его отыскали. Нас ставили на путь. Показали, что он забыл. И я спросил, о чем она. Но пятая уже потеряла нить. Похоже, она была рада, что кто-то хочет ее послушать. Рада поностальгировать в былых временах. Она сказала мне взять этот секрет. И вручила несколько старых потрепанных документов. Священные рукописи. Не оригиналы. Конспект. Составленный ей из основных источников. Текст не полон. Но думаю, научникам будет любопытно посмотреть. Я сделаю запись. Еще пятая рассказала мне об утраченной истории Москвы. Когда-то у нее было другое название. Могила Орока. Это было поселение саркицистов. И здесь святой воин принес себя в жертву во имя крови богов и тиранов. Мне этот город всегда был не по душе. Думаю, тут всегда было что-то потустороннее. В ее описании древнего города было на удивление много анатомической терминологии. Разные места она называла сердцем, легкими и черепом. Донесение от 18 апреля 95-го. В особом порядке подаю запрос на то, чтобы мое имя и то, что я натворил, скоро узнаете, исключили из чистового отчета. Если мне удастся выполнить задание и при этом выжить, так же запрашиваю немедленное применение амнезиаков. Запрос на удаление данных одобрен. Удаленные данные не считаются необходимыми для понимания аномалий. В основном я убивал дегенератов и преступников, потенциальные соперники и тому подобное. Но этот случай был другим. А Дмитрий, больная мразь, захотел, чтобы мы оставили сообщение другого характера. В Москве есть и другие адепты саркицизма. Не из черной ложи. Речь о болигархах и о чиновниках. От одного из них пришел сигнал, что кто-то в министерстве захотел наехать на черную ложу. И искал себе союзников среди тех, кто в этом городе еще не успел скурвиться. Цель семья. Жена и дочка. Не убивать. Продемонстрировать пример. Такие шрамы, которые никогда не заживают. Данные удалены. Донесение от 22 апреля 95-го. Снова поговорил с пятой. Все хочу вытрясти из головы то, что было. Она отличается от остальных. Я уже задумываюсь. А на самом деле она дряхлая. Когда она говорит обо мне и о своей вере, в ее голосе проскальзывает сожаление. Я спрашивал ее насчет саркицизма. Не бойтесь. Слово на букву С я не называл. В действительности, саркицистические культы называют свою систему верований Нелка. От протуральского, Налхи и Каа, что означает голод. Когда она мне говорит про Иона, я снова чувствую себя ребенком. Словно слушаю, как бабушка рассказывает мне про Иисуса и древних пророков. Она чудная. И как и моя бабушка, пропускает те части, где происходят убийства и пытки во имя великой цели. Я не исследователь, не историк и не теолог, ничего такого. Но мне кажется, что этот саркицизм не таким образом зародился. Хотя, думаю, это относится к большинству религий. Пятая рассказывает мне о чести, о дружбе, о добродетели и обретении свободы. Добрый олень и народ. Адиум против злобных дэвов. Она стара, но думаю, вера изменилась задолго до ее появления на свет. Возможно, она по-другому трактует тексты. Возможно, и ошибается, когда видит добро. Под нагромождением безумия и непотребств. Тут я ее понимаю. Все всегда то же самое. Очередная неудавшаяся революция. Как бы то ни было, полагаю, пятое исключение. Возможно, потому она мне и доверилась. А остальные, когда говорят о матушках, рассказывают, что те видят глубоко. Иногда я гадаю, знает ли она, кто я такой на самом деле. А то, чему меня учили, приказывает ее устранить. Думаю, пока не стану слушать. Кроме того, нет смысла лишать себя такого источника информации. Пока что нет. По скриптам. Арена. Она не только для инициаций. Кровавая забава под маской ритуала. Или наоборот. Ритуал под маской кровавой забавы. Входит шестеро. Выходит один. Полно желающих понаблюдать и сделать ставки. Многие одеты в звериные черепа. И безупречные деловые костюмы миллиардеров. Пятое это не слишком-то и нравится. Примерно так люди жалуются на то, что Новый год стал праздником потребления. Я знаю, что черная ложа считается неосаркицистической. Но матушки, со всей очевидностью, это прото-саркицисты. Они блюдут традиции. Отмечают праздники своей веры. И по-прежнему мыслят категориями какого-то всеобщего блага. Остальные же интересуются только тем, как стать сильнее. Богаче и тому подобное. У Дмитрия звериное чутье. Но интеллектуалом его не назовешь. Да и на корцист он не тянет. По крайней мере, это слово тут вообще не всплывало. Донесение от 1 мая 95-го. Меня отправили работать в застенки. Хотя конкретно этим словом они не пользуются. Я уже писал, что этим местом здесь пользовались задолго до революции. Интересно, знали ли цари, сколько жизней, так или иначе, принесли в жертву на алтаре? Может и знали. Не удивлюсь. Саркицизм это болезнь. И переносчиков больше, чем мы могли только подумать. Они называют это место подвал в подвале. Почему-то звучит даже брачнее, чем застенки. Пытки. Получение информации. Не то, чтобы она была достоверной. Таким путем подаются знаки. В последний раз предупреждают, что черные ложи лучше не препятствовать. Органы на трансплантацию. Хотя казалось бы, это саркики. Могли бы и на деревьях их выращивать. Иногда просто ради того, чтобы потешить садизм Дмитрия. Одна камера отличается от остальных. Спросил насчет ее одного из быков. Тот сказал, что не знает и знать не должен. А значит, и мне знать не надо. Тяжелая дверь. Хотя на остальных камерах ржавые решетки. На двери узкая смотровая щель. И еще одна для еды. Внутри мужчина. Точнее то, что от него осталось. У него нет лица. Точнее, той части, где глаза и нос. Просто вырезан кусок лица. На этом месте сияет дыра. Напомнила мне циклопа. Словно эта дыра каким-то образом смотрела на меня. Чем-то похожа на ту татуировку. Возможно, имеет к ней какое-то отношение. Он сидел на полу, скрестив ноги по-турецки, голый и мускулистый, покрытый татуировками, шрамами и запекшейся кровью. В его тело воткнуто несколько крюков на цепях, так, чтобы он не мог пошевелиться, даже если бы захотел. Поначалу я принял его за покойника, но потом услышал тяжелое дыхание. И заметил, как медленно поднимается и опускается его грудь. Не знаю, о чем думать. Донесение от 6 мая 95-го. Пятое поделилось со мной небольшим секретом. У Дмитрия есть брат, Михаил. Отец тот же, матери разные. И этот брат, тот полутруп в камере. Похоже, Дмитрий с Михаилом были своего рода соперниками. Но в камеру его кинули и изуродовали не поэтому. В этом пятое непоколебимо уверено. Похоже, что Михаил вызвался добровольцем. Для какого-то ритуала. Здесь все летит в какую-то петру. Не знаю даже. В наркотиках, что ли, дело. Я прикладываю к отчету пузырек. В емкости был обнаружен животный яд. Неизвестного происхождения. Ведется исследование. Мне видятся всякие вещи. Углы в клубе, да и везде под ним неправильны. Если слишком долго смотреть на эту архитектуру, начинает болеть голова. Вчера я проснулся в туалетной кабинке. А рядом была наполовину съеденная женщина. Шлюхи в красных фонарях похожи на людей. Но там, понимаю, что в нашей работе слово чудовище звучит непрофессиональным. Но другого названия дать не могу. Они глядят на меня дикими, голодными глазами. Пятое как-то обозвало их русалками. Я подумал, что в переносном смысле. Но теперь уже не уверен. Иногда они уползают в номера, уводя с собой свежее мясо. Возвращаются через час с довольным видом. Но те, кто с ними уходил, никогда не приходят обратно. Иногда я наблюдаю за боями на арене. Среди зрителей есть такие, которых нельзя назвать людьми. Слышны звуки, которые я не могу объяснить. Как будто стук сердца. Иногда рев доносится из глубины. Куда стекает вся кровь и куда бросают тела. 28 мая 95 года. Агент СКК был объявлен пропавшим без вести. 4 июня 95 года. После тщательного планирования. В нескольких местах активности Черной Ложи. В том числе и Красных Фонарях. Были проведены облавы. В ходе боевых действий. SCP-2408-1 меняли облик. Прямо на виду агентов фонда. Несмотря на агрессивность. И подкрепленные аномальными воздействиями боевые качества. Угроза со стороны SCP-2408-1. Удалось окончательно нейтрализовать. С помощью зажигательных боеприпасов. Против всех ожиданий. Фонд понес малые потери. По мере продолжения операции стало очевидно. Что численность боевиков Черной Ложи была минимальной. И составляла лишь несколько процентов от их общей численности в городе. Итогом операции стало обнаружение SCP-2408-3. SCP-2408-3. Мегалитический храмовый комплекс. Находящийся в крупной пещере глубоко под поверхностью Москвы. Возраст постройки составляет около 3000 лет. Это старейшая сохранившаяся постройка на территории России. Структура комплекса типична для саркетистической культурной группы. По составу Терра-3 делится на две части. Органическую и неорганическую. Внешняя часть храма неорганическая. Для ее постройки использовались установленные друг на друга мегалиты. Из габра. Черного гранита. Аномальная органическая часть находится внутри и состоит из костей. Мышечные ткани внутренних органов. На территории комплекса была найдена арена. Для гладиаторских боев и большой алтарь. К потолку пещеры были подвешены останки 12 пожилых женщин. В полу имеются железные решетки. Функционально схожие с таковыми на мясоперерабатывающих заводах. Предположительно они служат для стока крови и требухи. Только для четвертого уровня допуска. Или авторизированных сотрудников СИТА АХРА. SCP-2408-4. Гуманоидный организм. Находящийся непосредственно под SCP-2408-3. Тело расположено горизонтально. Руки и ноги вытянуты в стороны. Судя по всему, сущность либо неподвижна, либо парализована. И находится в состоянии мозговой смерти. Генетически данный организм является человеком. Однако при этом экспрессированы многие гены, обычно находящиеся в дремлющем состоянии. Внешний вид-4 отличается некоторыми чертами, которые не встречаются у людей в естественных условиях. За исключением некоторых генетических дефектов, почти всегда несовместимых с жизнью. К ним относятся. Единственный глаз, расположенный в центре лица. Плоская дыхательная щель вместо выступающего носа. Бивни и рога. И прочие роговые выросты. Три ряда заостренных зубов. Челюсти непропорционально крупные. Челюстные мышцы гипертрофированы. Наряду со внутренним скелетом имеется неполный внешний. Прочность обоих скелетов аномально высокая. По нагрузке на разрыв. Костная ткань обычно сравнима с карбином. Наиболее очевидным аномальным свойством тире-4 является его размер. Рост составляет ориентировочно 300 метров. А вес от 70 до 72 тысяч тонн. Что значительно превышает физически возможный размер наземного животного. Судя по необычной длине рук. В пропорции к телу. Тире-4 передвигался на манер современных горилл. Дальнейший анализ ДНК обнаружил некоторые противоречия. Что привело к появлению гипотезы. Согласно которой. Аномальная биомасса тире-4 набрада посредством ассимиляции. Более 100 тысяч человеческих и нечеловеческих организмов. К телу тире-4 ведут три отдельные шахты. Две из которых оснащены механическими лифтами. Конструктивно схожими с лифтами. Применяющимися в горном деле производстве. Каждая шахта выходит к определенной части тела. Череп, желудок и пах соответственно. Имеются опасения, что бурение новых шахт создаст структурную нестабильность. И будет нести возможную угрозу большей части Москвы. Шахта ведущая в желудок оснащена лифтом. И похоже напрямую связана с ареной. Таким образом обеспечивается питание тире-4. Из мышечной ткани организма. Извлечено более 3000 бронзовых наконечников стрел. Копии гарпунов. Относящихся ко множеству евразийских культур. Неизвестно по какой причине тире-4 не дееспособен. Наблюдается медленное разложение одних частей тела. И регенерация других. Предположительно из тела тире-4 добывается SCP-2408-2A и 2B. Согласно свидетельствам, некоторые органы, выделяющие тире-2, были удалены хирургическим путем. К ним относятся надпочечники, эпифис, яички и гипоталамус. И втайне вывезены из Москвы членами связанной организации. Критически важно как можно быстрее найти и поставить на безопасное содержание данные аномальные органы. На сегодняшний день влияние связанной организации расширилось, а распространение зависимости от тире-2B приняло характер эпидемии. У субъектов, долгое время принимавших данные вещества, развиваются необычные физические изменения. Например, уплотненная кожа, черные белки глаз, скелетные выросты и иные разнообразные мутации. Ввиду невозможности содержания всех зависимых, Совет-5 принял решение о поимке и гуманном устранении всех пораженных лиц в определенных зонах устранения. Останки подлежат утилизации по методике, аналогичной таковой при устранении опасных материалов. Для научных исследований необходимо отдельное разрешение. Этот порядок остается в силе до полной постановки на содержание или устранения SCP-2408-2B.